Нефть продолжает уверенно идти вниз, несмотря ни на что. Даже сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах на почти 7 млн баррелей никак не повлияли. Конечно, можно попробовать списать все на вчерашнее укрепление доллара, вот только днем ранее нефть вообще проигнорировала его ослабление. Скорее всего, причиной является так называемый «тонкий рынок». Крупнейшие инвесторы, по сути дела, ушли на рождественские каникулы и вернутся на рынок лишь после Нового года. В подобной ситуации даже небольшие по объемам сделки способны существенно сдвинуть рынок с места. И, судя по всему, именно это и происходит. Тем более, что среди участников рынка растет уверенность в ухудшении глобальной экономической динамики и вызванной этим ожиданием спад спроса на энергоносители. Сегодня же рынок, скорее всего, будет консолидироваться в районе текущих значений. Во многом из-за раннего закрытия всех, без исключения биржевых площадок. Итак, на графиках мы видим, как четверг фьючерсы на нефть и марки Brent потеряли примерно 3% своей стоимости. Это значительное изменение цен вызвало спекулятивный скачок, при котором котировки практически достигли отметки 77 долларов за баррель. И в текущей ситуации отмечается перепроданность актива в краткосрочной перспективе, которая сопровождается уменьшением объема сделок на продажу. Если цены не уйдут ниже 77 долларов, возможно, частичное восстановление стоимости актива и временный застой. Золото же послушно следовало за валютным рынком. Днем ранее доллар подешевел и золото дорожало. Вчера все повторилось с точностью до наоборот. По большому счету золото вернулось к тем значениям, на которых находилось до появления слухов о мартовском снижении ставки Федеральной резервной системы. В любом случае, желтый металл продолжает оставаться в районе годовых максимумов, тем самым создавая плацдарм для роста выше 2100 долларов. Учитывая растущие опасения из-за рецессии, мировой экономики и предстоящее смягчение монетарной политики ключевых центральных банков, данную отметку золото может преодолеть уже в самом начале будущего года. Российская же валюта, вопреки нашему вчерашнему прогнозу, продемонстрировала удивительный рост, в какой-то момент достигнув отметки 88 рублей за доллар. Скорее всего, это связано как с предстоящей публикацией данных по инфляции, так и условиями тонкого рынка. Перед публикацией данных по инфляции в Российской Федерации спекуляции неизбежны, но именно из-за небольших объемов они смогли привести к столь значительным подвижкам. Судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен должны ускориться с 7,5% до 7,9%. Так что Банк России продолжит повышать процентные ставки, и это вызывает негодование бизнеса и инвесторов. И ведь даже сам регулятор не скрывает, что сверхжёсткая монетарная политика оказывает негативное влияние на экономику, но всё равно продолжает повышать ставку. Аналитиками ожидается, что рост инфляции приведёт к ослаблению рубля. Вот только публикуются эти данные уже после закрытия рынка. А отыгрывать их будет уже 3 января, когда откроются первые в 2024 году торги по рублю. На этом у нас пока всё. Мы желаем вам профитных сделок и ждём вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!